С нами на связи Валерий Рябых, украинский военный эксперт. Валерий, здравствуйте. Рады вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз напомним детали Центра международных исследований, стратегических исследований о том, как проходила полномасштабная агрессия Российской Федерации на протяжении 2022-2023 годов. Один из факторов, о котором буквально в самом начале этого доклада, о нем говорили наши коллеги в вышеупомянутом материале, было то, что до 24 февраля Российская Федерация представлялась второй армией мира с превышающими украинскую армию силами, если говорить только о личном составе, также технике и многом другом командном офицерском составе. Несмотря на это, с 24 февраля 2022 года по день сегодняшний российско-оккупационным войскам удалось захватить только один крупный областной центр, это Херсон, который вскоре был деоккупирован вооруженными силами Украины. Также были провалы на нескольких направлениях со стороны российской армии. По вашему мнению, какие факторы повлияли, в первую очередь, на эффективную защиту вооруженными силами Украины, своего государства, и, с другой же стороны, на такие провалы со стороны, когда-то считающейся второй армией мира? Первый фактор, и он является основным, конечно же, то, что украинцы защищают свою землю. И это является такая мировоззренческая война в условиях, когда, вот как это уже неоднократно повторяется, и украинским руководством, и нашими партнерами, если Украина перестанет защищаться, то не будет Украины. Если Россия перестанет воевать, то закончится эта война. И это как раз определяется вот тем захватическим характером войны, которую сейчас ведет Российская Федерация на территории Украины. Причем ведет на нарушение всех возможных и невозможных норм международного права, и не обращая внимания пока что на мнение международной общественности. И тут нужно сказать, что кроме этого, конечно же, вот большую роль сыграла решительность вооруженных сил Украины и их готовность. И нужно отметить, что по состоянию на февраль 22-го года вооруженные силы Украины, это уже не те вооруженные силы, которые были в 2014 году, когда Российская Федерация начала эту агрессию с аннексией Крыма, когда вот до этого момента Российская Федерация предпринимала все возможные и невозможные действия для того, чтобы ослабить Украину, ослабить ее армию, вплоть до того, что смогла поставить на должности министра обороны, допустим, ключевых силовых ведомств граждан Российской Федерации. И, конечно же, в 22-й год показал единство всего народа и единство как военно-политического руководства, так и, скажем, того, что Украина смогла создать и коалицию государств, которые стали на защиту не только Украины, но и всего международного порядка. И, конечно же, все это помогает сейчас нам защищать свою землю. И вот как раз исследователи, которые провели вот этого центра стратегических исследований и стратегических международных исследований, отмечают, что если вот до начала этого широкомасштабного вторжения Российская Федерация оккупировала где-то приблизительно 7% территории, то, надеясь на то, что украинцы не будут сопротивляться, Российская Федерация смогла оккупировать до 30% территории. Но вот после успешных операций, проведенных вооруженными силами Украины и силами обороны в целом, вот площадь оккупированных, временно оккупированных территорий Украины сократилась до 17%. И, конечно же, на этот год перед вооруженными силами Украины, перед народом Украины стоит задача полной деоккупации всех временно оккупированных территорий и возвращения Украины в международно признанные границы. Галерий, говоря о потерях российской армии, многие эксперты изданий, вот в частности хочу привести в пример BBC, приводит тот факт, что львиная доля этих смертей, собственно, потерь воюющих в российской армии, приходится на тех, кто еще недавно жил на так называемой гражданке. Это мобилизованные, добровольцы и заключенные. То есть это уж явно непрофессиональные военные. И также есть информация о том, что средний период жизни на территории Украины россиянина, который пришел сюда с оружием, составляет 60 дней. Каким образом эти факты о том, что на самом деле все больше и больше со стороны Российской Федерации приходят к нам воевать абсолютно непрофессиональные военные и те люди, которые, ну, никоим образом еще год, может быть, полтора назад не предполагали, что им придется взять оружие в руки. И сократится ли количество дней жизни вот таких вот новобранцев в перспективе на территорию Украины, как считаете? Ну, тут тенденция однозначная, наряду с тем, что вот сейчас Российская Федерация не может создать необходимые стратегические резервы для проведения, насколько-нибудь, значительных операций, оперативного или стратегического масштаба. И, конечно же, пытается сейчас решать вопросы только на тактическом уровне. Это и определяет как раз вот тот характер потерь, которые несет Российская Федерация. И, прежде всего, он обусловлен разными подходами к ведению войны. Если Украина ведет, старается вести сейчас войну нового поколения, применяя всевозможные способы ведения мобильной обороны и планирует и ведет активные мобильные действия, не сосредотачиваясь на удержании каких-то рубежей или выхода на какие-то рубежи к каким-то датам, то мы видим, что Российская Федерация не поменяла формы ведения войны и активно использует то, что было наработано, например, во время Второй мировой войны. Вот то, что там происходят волнообразные, допустим, атаки укрепленных позиций вооруженных сил Украины в Бахмуте, это очень напоминает те операции, которые совершались с советскими войсками в Кеннегсберге, когда на укрепленные позиции посылались волны войск, невзирая на огромные потери. И, конечно же, в современной войне, кроме количества, решающее значение имеет и качество войск, прежде всего их вооружение. И нужно отметить, что это вооружение должно иметь современный характер. А сейчас основной упор делается на высокоточное вооружение, на ситуационную осведомленность. И здесь, конечно же, Российская Федерация проигрывает. Это можно было увидеть, допустим, во время проведения так называемого наступления на Угледарском направлении, когда россияне пытались продолжать по старинке атаковать на заранее подготовленные позиции украинских войск, не учли особенности местности и поплатились тем, что по разным подсчетам лишь за неделю боев было уничтожено до 160 единиц только техники. И было уничтожено две элитных бригады морской пехоты российских войск. Нужно сказать, что с повышением уровня технологической оснащенности украинских войск, конечно же, уровень потерь российской армии будет все больше расти. И после прихода всех обещанных в Украине партнерами образцов вооружения и военной техники, объединение их в единую систему использования при помощи современных средств управления и разведки, приведет к еще большим потерям российских войск. Потому что все же сейчас война определяется технологическими возможностями воюющих сторон. И здесь Российская Федерация, которая подпала под всевозможные международные санкции, и сейчас, можно сказать, отключена от основных источников получения различных технологий для того, чтобы наращивать свои технологические возможности. Кроме того, нужно сказать, что современная война — это война логистики. И здесь Украина также показывает очень хорошие возможности благодаря имеющимся и поставленным нашими союзниками средств дальнего поражения противника. Валерий, вот, собственно, эту тему я несколько и хотела продолжить. О том, что война 21 века, вообще войну развязала Российская Федерация на территории Украины. Но, действительно, чем дальше эта война продолжается, тем больше и мы, и я очень надеюсь, что сама Российская Федерация понимает, что абсолютно не по силам, скажем так, была претензия. Потому что, как минимум, вы вот только что отметили, что важны технологии сегодня во время ведения войны. А вот хочу вас спросить, насколько эта тактика, старая тактика, которую использует Российская Федерация, заваливать линию фронта телами свежемобилизованных, насколько она может на самом деле повлиять при том, что мы уже живем в новой реальности и уже ожидаем абсолютно новых условий. Мы прекрасно понимаем, какую технику нам предоставят партнеры, какую технику мы ожидаем, и я думаю, что Российская Федерация тоже ориентировочно может себе представить, с чем в дальнейшем придется, скажем, бороться на линии фронта. И вот насколько вот эта техника заваливания фронта телами на самом деле может качественно повлиять на ситуацию. И сможет ли это настолько, скажем так, оттягивать какие-то продвижения, какие-то решения на поле боя, как это предполагалось изначально со стороны армии нашего противника? Ну, нужно отметить, что изначально, конечно же, противник не был готов к вот этому длительному измурительному конфликту, когда все же идет противостояние на истощение. И вот то, к чему, кстати, российские войска пришли на поле боя Украины, это прежде всего было, конечно, навязано украинцами и способностью к сопротивлению. В то время как на начале вот этого широкомасштабного вторжения все готовились захватить Киев за три дня и быстренько решить вопрос оккупации всей территории Украины, Российская Федерация потеряла до 50% своих боевых возможностей и современной техники. И, конечно же, вот после всех этих потерь российское военное руководство было вынуждено прибегнуть к так называемой частичной мобилизации, которая, в принципе, переросла в постоянное отмобилизование. И здесь, прежде всего, нужно сказать и отметить, что вот это на сегодняшний день один из доступных Российской Федерации ресурсов для продолжения этой войны. И, конечно же, военное руководство Российской Федерации будет его всячески эксплуатировать. И нужно отметить, что этот ресурс ограничен только готовностью россиян идти умирать в Украину. И нужно отметить, что вот с каждым днем и тех же кровопролитных боев под Бахмутом и вообще на Восточном фронте вот такая готовность у россиян становится все меньше и меньше. И нужно отметить, что вот в существующих условиях этот ресурс также не будет неистащимым. А при увеличении технологических возможностей вооруженных сил Украины неизбежно потери в живой силе и техники будут увеличиваться у россиян. Это снижение в отношении технологической возможности Российской Федерации. Не забываем, что есть Су-57, реактивные истребители пятого поколения. Есть проект Су-75, но это вообще где-то в далеком будущем он, возможно, будет. Но Российская Федерация, 57-й, например, не пускает еще на территорию Украины, скажем так, боясь уничтожения вот этой вот мегатехнологии. Направляя в основном возможности свои технические на территорию Украины, Россия не оголяет часом свои условные тылы, как в контексте личного состава, так и в контексте техники? У нас буквально 40 секунд. Ну, конечно же, вот огромный удар сейчас наносится по вообще обороноспособности Российской Федерации, отвлечением от всех возможных сил и средств на ведение этой несправедливости захватческой войны против Украины. И Российская Федерация, вернее, ее население еще до конца не понимает того, насколько современное российское руководство ослабило эту страну в военном плане и перед лицом других угроз, которые могут подстерегать эту страну на других направлениях. Валерий, мы благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Напомню зрителям, что на связи с нами был военный эксперт Валерий Рябых.